МОГИЛЁВЕ Самой трепетной историей любви для многих остается история Ромео и Джульетты. О страданиях юных влюбленных знают даже те, кто не считал Шекспира. Пьеса романтики – это, в общем-то, пародия на трагедию. Между юношей и девушкой из двух якобы враждующих семей вспыхивает страсть. А дальше сюжет известный – молодость, любовь, романтика. Для этих могилевских актеров первый театральный сезон и первая главная роль на профессиональной сцене. И сразу серьезный экзамен, ведь пьеса Растана в стихах, и через них сложнее донести смысл произведения. Но молодость в этой постановке только помогает, ведь любовь и романтика неразлучны с юным возрастом. Какой должен быть парень, на ваш взгляд, да, чтобы вы про него сказали, вот он романтик, и как бы вам бы понравилось? Да, добрым он должен быть. Добрым. И главное, чтобы он любил. Только нужно стоять ногами на земле, а руками держаться за небом, скажем так. То есть все равно нужно какую-то идею иметь в голове и куда-то идти. Любовь приходит к нам с весенними цветами, говорит Растан в своей пьесе. Наверное, слово «весна» во все времена вызывает правильную ассоциацию. Любовь. Любовь, которая расцветает, которая спешит порадовать новыми чувствами. Может, поэтому режиссер спектакля Михаил Лошицкий буквально влюбился в пьесу. Когда тебя постигает любовь, когда... Ну, это всегда врасплох. Ну, сейчас уже другое у меня состояние такое, немножко более мудрое отношение ко всему этому. Но всегда это пик страстей. Минский режиссер признается, что хотел подарить Могилеву своей постановкой праздник, радость, кусочек любви и романтики. Их так не хватает современному зрителю, который привык бежать за жизнью и вечно опаздывая смотреть на часы на мобильнике. В вашей жизни было много любви? Много. И одна единственная потом, наконец, была. Долго жили. Ну, сегодня пришла у меня, вот, муж цветы подарил, с работы пришла у меня. Неожиданно так. Ну, так. Без повода цветы подарил. Без повода. Без повода. На особую легкость постановки спектакля Растан ориентировал самой первой своей ремаркой. Действие происходит где угодно, лишь бы костюмы были красивые. Поэтому неважно, Могилев, Минск или любой другой город. Весной мир просыпается, а с весенним ветерком появляются новые надежды. И пусть они будут связаны с любовью и романтикой.